Здравствуйте, Андрей Владимирович, вас беспокоит доктор из Щелковской центральной поликлиники. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Доктор вам не нужен на приеме? Жалоб больше никаких нет? Пациенты, переболевшие ОРВИ или коронавирусом, могут вернуться к работе, не дожидаясь окончания двухнедельного карантина. 4 февраля 2022 года вышло постановление главного санитарного врача России о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции. Теперь закрывать лески нетрудоспособности можно дистанционно на восьмой день после постановки диагноза, не дожидаясь результатов повторного ПЦР-теста. Как отмечают врачи, у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме. 4 февраля у нас вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации номер 4, которое вступило в силу с 5 февраля, согласно которому допуск пациентов к занятию трудовой деятельности, к обучению, возвращение в коллективы в садики после заболевания у пациентов в случае выздоровления, после лечения как амбулаторного, так и стационарного, возможно, без лабораторно подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции, если у нас время нахождения на леске нетрудоспособности составляет 7 и более дней. То же постановление разрешает закрывать больничный лист, открытый менее недели назад. Если у нас пациент находится на леске нетрудоспособности до 7 дней, и имеет диагноз новая коронавирусная инфекция, подтвержденный лабораторным методом исследования, то его можно выписать к труду через 3 дня после повторного отрицательного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, после первого положительного мазка на новую коронавирусную инфекцию. На пике заболеваемости врачи приостановили плановый прием пациентов, бросив силы на оказание помощи больным с коронавирусом. Ежедневно в городском округе диагноз COVID-19 подтверждается у 200-260 человек. Врачи рекомендуют тем, у кого температура не поднимается выше 38,5 градусов, не посещать поликлинику, а открывать больничный по телефону 122. Закрыть его можно также удаленно, позвонив по тому же номеру 122. Ежедневно щелковские врачи обрабатывают более 300 таких обращений. У пациентов уточняется самочувствие, производится опрос жалоб, и в случае, если пациент чувствует себя хорошо, он выздоровел, то при его согласии больничный лист возможно закрыть дистанционно, без посещения медицинской организации. Пациенты, которые хотят, чтобы перед закрытием больничного листа их осмотрел врач, должен прийти в поликлинику, подойти к стойке информации и записаться к любому терапевту, который на данный момент осуществляет прием. Вызвать врача на дом, записаться на прием к терапевту или на вакцинацию также можно по QR-коду. Его вы видите на экране. Услуга доступна жителям Московской области, в смартфоне которых установлено приложение Telegram. Цифровой помощник Денис попросит пациента дать согласие на обработку персональных данных, а далее указать серию и номер медицинского полиса, дату рождения, фамилию, имя, отчество и номер телефона. Субтитры создавал DimaTorzok